Нередко бывает случай, когда новорожденные котята или щенки остаются без матери. По разным причинам. Мама может просто отказаться, мама может погибнуть, либо вы просто нашли на улице новорожденного котеночка или щеночка. Что же нам делать с таким маленьким малышом, который остался без мамы? В первую очередь не нужно паниковать. Мы должны приложить сейчас все свои усилия для того, чтобы вырастить ребенка. Во-вторых, нам придется взять отпуск, потому что маленький котенок новорожденный или щенок, так же, как и маленький ребенок, будет требовать вашего круглосуточного внимания в первый месяц своей жизни. В первую очередь мы создаем гнездо. Мы помним, что маленькие котята и щенки не способны состоятельно держать температуру, поэтому держать температуру в гнезде и проверять их температуру, это будет ваша задача. Во вторую очередь мы покупаем заменитель кошачьего либо собачьего молока. Есть множество фирм, у всех свои инструкции по пользованию, поэтому внимательно читаем инструкцию. Или также можно попробовать найти кормящую кошку или собаку, готовую принять данного ребенка на воспитание. Новорожденный котенок или щенок должен питаться один раз в 2-3-4 часа по мере своего взросления. То есть первые 5 суток мы питаемся каждые 2 часа, в следующие 5 суток каждые 3 часа, и только в следующие 5 суток мы имеем право сделать интервал на 4 часа. Также как для маленького ребенка, все это должно быть круглосуточно, смесь должна быть теплой, ни в коем случае не холодной. У малышей до недельного возраста крайне важно проверять температуру тела перед кормлениями, поскольку котенок или щенок, которые не выдерживают свою температуру тела, не способны усвоить корм, который мы им будем давать. То есть перед каждым кормлением мы проверяем температуру тела. Если у нас есть какие-то сомнения, то градусник меряем. Также помним, что новорожденные котята и щенки без помощи мамы, без помощи маминого язычка не умеют ходить в туалет первую неделю своей жизни. Поэтому нам необходимо стать мамочкой, мамином язычком. Для этого с помощью марлевой салфеточки после каждого кормления мы стимулируем, массируем область анального отверстия и плавового органа, животик для того, чтобы ребенок у нас сходил в туалет. С трехнедельного периода мы уже начинаем вводить прикорм. Это обычно специализированные корма, созданные специально для этого периода. Предлагаем мы такие паштетики обычно перед основным кормлением молоком. После этого по желанию и необходимости ребенка докармливаем его молоком. Все то же самое, что с маленькими детками. Не стоит бояться новорожденных, оставшихся без мамы. Главное верить в себя. Главное делать все правильно и последовательно. И вы справитесь. Если у вас возникнут какие-то вопросы, либо сложности, всегда можно обратиться за помощью к нашим специалистам.